Привет! В одном из прошлых выпусков я показывал, как хранить монеты и вот такой вот замечательный альбом, который мы разыграем прямо сейчас в конце этого видео. Также я разыграю вот такую монету, покрытую золотом. Это 10 гривен. Довольно красивая, интересная монетка. Так что досмотрите до конца. Там будет розыгрыш среди тех, кто оставлял комментарии под этими видеороликами. А в этом выпуске я покажу вам магазин монет в Харькове. Действительно, первый раз я попал в этот магазин. Довольно широкий выбор, ассортимент продукции. Если интересно, где в Харькове можно покупать монеты, посмотрите этот выпуск и все узнаете. Я проводил голосование в сообществе, в ютубе, какую монетку мне разыграть на 50 тысяч подписчиков, сделать конкурс. Это такие варианты есть. Гривна 95 года или вот такая монета из серебра, которая тоже у меня есть. Рубль 1897 года. И думаю, по вашим комментариям мы определяли, что именно я разыграть. Но давайте сделаем так, что победитель выберет на выбор, что он хочет, какую монету. Скоро этот выпуск у нас уже выйдет, так что дождитесь. А пока смотрите этот выпуск. Поехали! Ребята, я на Героев труда, Харьков. Здесь мне посоветовали зайти в магазин монет и аксессуаров к монетам. Посмотрите, уже витрина мне нравится. Сейчас я покажу, как же там внутри. Посмотрите, какие у нас монетки, ордена. Просто очень безумно красиво. Давайте заходить. Вот такой вот уголок. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Здравствуйте. Сергей. Вы заведуете этим всем красивым местом монетным. У вас рабочий процесс, я вижу, идет перебор, да? Заказы. Заказы. Ух ты. Первый раз в вашем магазине я посоветовал несколько друзей. С чего начать? Есть тут тема монет Украины у вас? Есть. Ага, покажите, пожалуйста. Вот полная колеса. Ух ты, эти чудненькие листы. Это немецкие какие-то, да? Листы немецкие. Ага, в сумме тоже так хранятся. Юбилейка, да, я вижу, у вас есть. Да, вся юбилейка. Ух ты. Вся юбилейка, вся обиходка. Прямо по разновидностям, да, здесь у вас? Прямо по видам. А это просто по видам. Ух ты. А что самое интересное, прям из монет Украины есть? Редкая, прям один шаг, например, или 50 шагов. Из обиходки ничего такого нет. Из пробных монет. Бывают часто разные такие. Ага, какие-то редкие, да? Да, есть Россия такая, двухсторонние орлы. Да, я, честно сказать, ну, парсию, давайте покажем. Да, ну, немножко не моя тема. Вот, ну, и, кстати, юбилейный сейчас так... Как вам сейчас чувствовать? Есть ли спад по монетам Украины по юбилейным? Вот прямо сейчас вот. Или, наоборот, подъем какой-то к Новому году? Это стандартно. О, стандартно, да. А чем вообще люди интересуются? Вот я пока обзоры на юбилейные монеты не делаю, ну, возможно, будут делать. Ну, больше Украина, конечно. Украина, а чем именно? Какие монеты? Украина, царская Россия, боны украинские, боны российские. Ага. А украинские монеты? Какая самая продаваемая монета в Украине? Ну, на сегодняшний день передовая. Блин, у меня, кстати, ее даже и не было. Еще надо... А какая цена сейчас? 180 гривен. 180 гривен. Она вот такая цветная. Шикарная монетка. Класс. Можно, конечно... Некоторые в банках пытаются бы заказать. Я, кстати, уже давно бросил это дело. Заказы передовая. Ну, актуальная тема. И так, по-моему, эта тема сейчас многими странами, да, как-то подсвечивается. И в России вышла монета, посвященная докторам, да, у нас... Ага. А что еще? Вот после на втором месте, что сейчас интересно? Из юбилейки. Вот, вижу, серебро, я вижу, есть. А вот мы видим там дальше Перегузня, Орлан, Морена. Цветочки, да. Я на своем канале говорю, что в основном покупают те, кому просто нравится визуально. Девушкам дарят на подарки. Это правда? Есть же разные коллекционеры. Есть коллекционеры, а есть люди, которые берут на подарки. Коллекционер берет все, что он собирает, ему уже деваться некуда. Его тематика. Подешево, да, надо собрать, и тут все Украина. Ну, на подарки тоже разные темы. А по какой цене сейчас вот наши 20 лет денежные решения? 350 гривен. 350 гривен. Она подорожала сейчас или как? Да, подорожала. Ага, интересно. Хорошо подорожала. Дальше тут еще внизу. О, это монеты, я недавно показывал, как хранят монеты. И говорю, что некоторые продаются в запайках. Да, это СССР. И вот как раз пример монет СССР. В запайке. У меня, к сожалению, как раз для канала не было возможности, ну, не было возможности показать вот такую запайку СССР монет. А насколько она вообще безопасна? То есть, вот это вот. Главное поменьше света. Поменьше света, влажности поменьше, да? Влажность не поменьше. Украинские в запайках есть у вас такие? Ну, первые только. Это карбованцы. Ага. Это что такое? Серебряная или это медаль просто? Медаль, да. Ага. Медали. Вообще, медали кто-то спрашивает. Мне такая тема. Не понятно. Ну, так же на пожарке. А золотые, где у вас в следующем ряду? Золотые. Украина. Честно сказать, у меня золотые были совсем маленькие, вот такие. Но они такие крошки совсем. Сколько там? По 0? 1,24. По грамму совсем. Ну, конечно. Мне больше нравится со вставками. Да, вот серебро с золотыми вставками колоссально красиво выглядят. Вот эти медали. Класс. Вот это да. Ну, приятно посмотреть. Вижу, что и пластины даже есть у вас. Их не так часто можно встретить на аукционах. У вас прям тут их несколько видов. Они с сертификатами же идут. То есть вот такая грина старого образца. Двушка старых. Тут еще не самый первый старый, там где по центру. А там где сбоку уже 2004 год. Конечно, немножко не так видно в зеркале. Вот смотрите. Класс. Что еще можно показать нашим зрителям? Если вдруг они хотят прийти за кто на Салтовке. Можно купить альбомчики. Альбомов 150 видов есть разных. Судя по листам. А вот я, например, хочу себе лист в коллекционер с обиходкой. Есть у вас отдельные листы? Пока что только в альбомах под заказ. В альбомах можно достать, да? И продать мне тут. Ну, новый лист будет 250 гривен. А с чем там? С разновидностями или с новыми? С новыми монетами, да. Ага. Заказывать. А, заказывать. А, заказывать. Пошел тебе, а лично я бы. Дорогие нужно под конкретные. А вот я вижу, коллекционер альбомы. Да, памятные. Что такое 65, 650. Это папка. Да, пустая папка. Опускай папка без листов, да? Да, до 4. А, это, которые юбилейные, получается. Нет, я не ходка есть. А, памятные, почем альбом такой? Украинский. 1250 с листами. 1250 с листами. Очень хорошая цена, мне кажется. Можно приехать сюда. И в интернете выставляете. Да, да. Супер, класс. Это альбомы. И Украина, это что за листы? Альбомы. Это под жетоны, под гетьманы, да? И очень много. А есть и под все. Ага. Под украинский. А открытого нет показать такого? Нет. Я вижу, что он так запакован. Ничего не понятно, как он видит. Наверное, я показывал. У меня гетьман как раз лежат, но только без коробки. Без вот такой. Таких вот около 30 видов есть. А это вы делаете или кто-то другой производитель? Да, колено мы делаем. Класс. Вот такая плотная прямого картоночка. Супер вообще. А это что такое? Вот такие малютки? Это для открыток. Идолки-палки. Еще кто-то собирает открытки? Или немецкий легштурм, да? Или как они? Да. Ага. Ну, давно не брали, судя по пыли. Давно не брали эти открытки. Что-то не пользуются спросом сейчас. Ага. Супер, супер. Что-то еще можно показать? Самое интересное. Не разрезанные листы. Ой, гляньте, рамочка поднял. Не разрезанные листы. Каталоги. Вот они, да? Максим Загреба. С автографами у вас или без? Да, без. Надо Максима попросить, что по-моему. Там автографы делают каждый раз. Как они разбираются? Да. Популярно. Ага. И ТК, вижу, тоже есть в каталоге. Ну, все возможные. Все, что связано с коллекционированием. Ага. Слушайте, вообще. Ух ты. Вот я вижу, это для патины есть какие-то. Чистки и патины, и позолоты, и консервации. И для отмывания у нас серебра, и чего угодно. И всякие-всякие холдеры. А почему у вас холдеры вот эти черненькие? Почти игре. Ну, это самый бюджетный дешевый способ хранения монеты. Это холдеры у нас, друзья. И можно легко заменять. А квадрокапсулы есть у вас? Да. Черненькие. 25 гривен, черный. А с какими-то там, с резиновым или там внутри резиночка поролоновая. Ну, мятские люфты. Угу, люфты. Угу, люфты. Какие-то небольшие, вот я вижу, альбомы. Эти, как это, годовые. Глупые. Это что-то бонусное. Кремешки. Ну, класс. Что еще? Что еще интересное есть у вас в магазине? Все показали? Это же, как называется тематика, когда собирают машины. Есть какое-то название? Когда коллекционируют автомобили. Вот такие. Ну, это же какие-то современные, да? Это они не коллекционные, прям не старинные. А это что за штучка? Витрины. А, витрины для орденов? Для орденов монет. Листы под монеты, туда можно размещать. Круто. Круто. Ребята, если вам эта тема интересна, хотите зайти в магазин? Гляньте, у вас он ждет много всего здесь. Лайк. Давайте переходить к розыгрышу наших подарков. Итак, у нас два подарка. Первый это отличный альбом для хранения монет, который вы собираете под себя. Я его вам отправлю, он уже готов. В этом ролике можно его посмотреть. И задание для участия было очень простое. Необходимо было просто написать комментарий и быть подписчиком канала. Как нам это определить победителя? Значит, мы берем ссылочку на этот видеоролик и заходим в сервис Liza On Air, куда вставляем данную ссылку. У нас 600 комментариев. Мы выбираем среди комментаторов и проверка подписки. Проверка подписки. Кстати, видите, можем среди авторов, среди комментариев это делать. То есть, либо в данном случае, чем больше комментариев вы написали, тем больше ваши шансы. А если среди авторов, то один комментарий. Ну, кстати, как вы думаете, стоит ли выбирать среди авторов и только один комментарий от человека учитывать? Или среди комментариев? Напишите мне, пожалуйста, здесь, под видео, как думаете, в следующих конкурсах и на конкурс на 50 тысяч, как мне провести, только среди авторов? Или чем больше вы можете написать комментариев, тем выше ваши шансы. Здесь мы проведем среди комментариев, а дальше уже посмотрим на ваши ответы. Вот. И проверка подписки обязательно. И нажимаем «Мне повезет». И сейчас у нас определится победитель данного конкурса. Кто, возможно, кто написал больше комментариев или тот, кому прямо вот сейчас удача сегодняшним днем улыбнется, даже если он написал всего лишь один какой-нибудь маленький комментарий. Но главное, чтобы человек был подписан на канал. Это основное условие. Друзья, делитесь моим канарем. Ну что ж, у нас есть Андрей. Написал комментарий. Участвую. Он подписан на канал. Я поздравляю. Андрей, ты получаешь этот альбом. Пожалуйста, свяжись со мной через Телеграм, чтобы я отправил тебе этот альбом по Украине бесплатно. Дальше. Следующий, следующий. Обязательно подписывайтесь на Вара Акционный дом, чтобы ребят поддержать. И для всех подписчиков моих там скидочка до 10 декабря. Дальше. У нас следующий подарок. У нас замечательная монета, покрытая золотом. Для получения этой монетки необходимо было просто написать привет от фартового коллекционера под видео лавки удовольствий. Видео закреплено в первом комментарии. Давайте перейдем на этот видеоролик. И поделиться мы копируем этот видеоролик. Также вставляем. Также здесь закрываем. Вставляем в Liza On Air. Но я на самом деле думаю, что так как канал не мой, мы проводим с канала лавки удовольствий, могут возникнуть проблемы. Давайте попробуем. Да, мы не сможем проверить по подписке, потому что не наш канал. Ну, давайте среди комментариев. Мне повезет. Да, пишут, что канал не мой и нет возможности такой вот сделать. Розыгрыш мы воспользуемся каким-то случайным рандомайзером. Вот первый и в гугле, который я нашел. Здесь мы также вставляем вот эту ссылочку на видеоролик, под которым люди писали привет от фартового коллекционера. Это важная фраза, которую люди должны были написать. Вот так. И если эта фраза написана, то человек получит вот эту монетку, покрытую золотом. Ну что ж. Так, правильно же я нужную ссылку вставил? Давайте проверим. Да, коллекция фарфора. То есть у нас все верно. Ну что ж, всем удачи. Спасибо, что смотрите в Instagram. Прямо сейчас прямая трансляция Instagram у нас идет. Нажимаем рандомайз, определить. Привет от фартового коллекционера. Ну что ж, Руслан, Руслан, я поздравляю тебя. Я сейчас сделаю. Ты получаешь... Получаешь подарок. Привет от фартового коллекционера. Ну, вот такие победители, друзья, у нас определились. Будут еще конкурсы в будущем. Не расстраивайтесь. Вот такие подарки мы планируем разыграть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...